С Байконура стартовал грузовой корабль «Прогресс». Как выяснилось, наряду с прочим, он везет нашим космонавтам и продукты для новогоднего стола. Судя по динамике роста цен на продукты запаса и главному празднику, стоит начать создавать и жителям России, оставшимся на Земле. Судя по опыту прошлых лет, пощады от инфляции, да и от ритейлеров ждать не приходится. Продовольствие в России продолжает дорожать. Официально ритейлеры комментарии стараются не давать. Однако, что называется, не на камеру говорят. Оптовые поставщики только успевают обновлять для них ценники. На магазинных полках покупатели наблюдают соответствующую тенденцию. Что будет в Новый год, боязно даже предположить. Конечно, что-то можно купить про запас уже сейчас, но не всё. Если мы говорим про предварительную покупку, то покупать надо только в том случае, если мы видим скидки. Потому что если мы хотим купить продукцию, не имеющую скидок сейчас, то это вовсе неизвестно, что она абсолютно точно гарантированно повысится к Новому году. Всё это не говоря уж о продуктах, имеющих относительно небольшие сроки годности. Красную рыбу, яйца, ну и, конечно же, мандарины. А ведь их-то как раз многие бы хотели приобрести впрок. Ведь на большинство новогодних деликатесов цены традиционно начинают расти ближе к самим праздникам. И русскому человеку остаётся только вздыхать, глядя на Запад. Где рождественские распродажи – нормальное дело. У нас всё ровно наоборот. И причина не только в жадности оптовиков и самих ритейлеров. Западные наши коллеги, они ориентированы на более стабильное развитие экономики, чем у нас. У нас очень меняется законодательство. Компании боятся нестабильности. И как от этой нестабильности уйти? Только возможностью получить здесь и сейчас. Изменить такой ход вещей смогут лишь кардинальные перемены в политико-экономической жизни страны. Когда правила игры будут стабильны и понятны. Тогда и ценообразование станет подчиняться не окрикам правительства или федеральной антимонопольной службы, а нормальным рыночным законам, которые подразумевают в том числе и предприятичные распродажи.